Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырычкина и сегодня выпуски. Результаты работы и планы на будущее. В Доме правительства подвели итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев. Легенда российского балета. Известная балерина Наталья Касаткина о профессии, таланте и жертвенности. Спорт для сильных. Газета Хибар провела традиционные соревнования по гиревому спорту. Увеличивается динамика производства, объемы экспортных поставок и товарооборот. В Доме правительства сегодня подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев. О темпах роста и прогнозах Дмитрий Ковалев. Если в начале года в пакете заказов предприятия ощущался дефицит, то по итогам третьего квартала большинство заводов нарастили объемы. Большим спросом пользуются спецавтомобили, бульдозеры, грузовые вагоны, силовые агрегаты и солнечные модули. Группа компании «Хивилл» завершила второй этап расширения технологической линии производства солнечных модулей. Несмотря на положительную динамику общего индекса промышленного производства, индекса производства электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования, пока находится на уровне 83-88%. Общий объем отгруженной продукции 187,3 миллиарда рублей. Из них организациями обрабатывающих производств 163,5 миллиарда рублей, где рост составил 119%. В целом, по итогам 2019 года планируется увеличить объем отгруженной продукции в целом по республике до 244 миллиардов рублей. Хорошие перспективы открываются перед концерном тракторные заводы. Глава региона отметил, что в условиях растущего спроса на технику производителям необходимо увеличивать поставки за рубеж. Заказы есть и дальнейшие показатели и по итогам года должны еще быть лучше. Инекс промышленного производства за 9 месяцев текущего года составил 103,5%. По обрабатывающим производствам, если отдельно взять, 105,8%. Позитивные прогнозы и в строительном комплексе. С начала года в республике было введено порядка 400 тысяч квадратных метров жилья. Ожидания превосходят и объемы выпуска сельхозпродукции. Ключевым показателем социально-экономического развития региона Михаил Игнатьев назвал и поэтапный рост заработной платы. Динамики по начислению заработной платы составляют 108%. Если вычитаем с этого практически уровень инфляции, то около 103%. Динамика, она такая значимая и для нас. Растут и доходы региональной казны. Налоговые сборы – ключевая статья бюджета. Основная, конечно, доля – это приходится на налог на доходы физических лиц. Рост в экономичном периоде 104,3%, что связано с ростом среднемесячной заработной платы. По всем источникам финансирования с федерального центра, по нашим программам, где мы участвуем, динамики практически, по итогам 9 месяцев, у нас рост составляет 26%. Это говорит о многом. И по прогнозам, доходная база бюджета продолжит расти, опережая темпы прошлого года. Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева и Игорь Зверев. Республика. Залог бесперебойной работы теплоэнергетического комплекса в отопительном сезоне – своевременный ремонт, а в некоторых случаях полная модернизация и строительство новых котельных. Особенно это актуально для муниципалитетов. Наша съемочная группа побывала в Шумерле. Вопрос ремонта котельных для шумерлинцев был актуален много лет. Имеющиеся котельные, а их в городе 15, были введены в эксплуатацию в начале 70-х годов и давно отслужили свое. Часть котельных находится в довольно-таки плачевном состоянии, включая сети магистральные и теплоснабжение, и горячего водоснабжение. В этом году, с прошлого года построено уже и введены в действие три котельных в прошлом году. И в 2019 году вот у нас запустили вот в октябре месяце три новых плачных котельных, которые обеспечат более 70% населения нашего города. Как показывает практика, строительство и монтаж новой котельной в среднем занимает порядка двух недель. К тому же, современные котельные полностью автоматизированы. В блоке управления предусмотрены все возможные внештатные ситуации. О них котельная сообщит, позвонив или отправив в сообщение на закрепленный номер телефона. На сегодняшний день сотрудниками ГУП ЧУВАЖГАЗ осуществляется регулировка домов, то есть регулировка гидравлических режимов на тепловых сетях, на сетях ГВС. В связи с этим возможны перебои в части горячего водоснабжения, поскольку по отоплению у нас проблем не возникает. По программе модернизации, действующей до 2020 года, на территории Шумерли планируется реконструировать межквартальные тепловые сети и заменить еще шесть тепловых котельных. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. В Чувашском государственном университете дошли до «Точки кипения». Так называется новый центр для совместной работы студентов. Его открыли на базе экономического факультета. «Точка кипения» – это коворкинг-центр с английского «ко-уокинг» – совместный работающий. Он представляет из себя виртуальное сетевое пространство для коллективной работы студентов, школьников, ученых и представителей бизнеса, а также вполне реальное пространство – аудиторию для мероприятий вне сети, семинаров, лекций, тренингов. Молодые люди, у которых есть проекты, смогут найти здесь единомышленников, получить помощь в реализации идеи и услышать мнение экспертов. Подобные университетские точки кипения есть уже в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Умске, Новосибирске, Череповце и других городах. Делается это в рамках национальной технологической инициативы – программе по развитию в нашей стране перспективных отраслей. Предполагается, что центры объединятся в единую сеть. Что касается точки кипения при ЧГУ имени Ульянова, на ближайший год уже запланировано порядка 200 мероприятий. В Чувашии завершились гастроли Московского театра классического балета. Он носит имена известных артистов Владимира Василева и Натальи Касаткиной. Народная артистка России, балерина и бессменный руководитель коллектива Наталья Касаткина всегда старается встречаться с юными танцовщиками во время туров по стране. На этот раз она побывала в столичной Академии искусств. Наталья Касаткина – самая яркая звезда на небосклоне Большого театра в 60-е. Ее цыганки, ваханки, роковые красавицы вихрем врывались на сцену. Счастье – обрести вот это профессиональное движение, когда ваше тело вам подчиняется. И плюсы в том, что вы выходите на сцену, вы танцуете под музыку. Главная составляющая балета – это музыка. Но есть много минусов, потому что это очень трудно, и нужно себя посвятить. Это посвящение. Про дело всей жизни и шел разговор. Профессиональный балет – это на всю жизнь. И тут уж каждый решает сам, готов ли он пожертвовать многим ради искусства. Что выбрать – классику или авангард? Как избавиться от волнения перед выступлением? Надо ли соблюдать строгую диету? Наставницу забросали вопросами. По мнению Натальи Касаткиной, даже театр классического балета может стать площадкой для художественных экспериментов. Супруги руководили им больше 50 лет. К сожалению, Владимир Василев ушел из жизни несколько лет назад. Вместе они открывали новые имена, воспитывали балетных звезд. Когда вы волнуете больше? Когда ваши ученики выходят на сцену или бэ? Конечно, когда выходят мои артисты. Когда у нас было открытие, у меня после этого болело все. Шея, ноги. Ну, все болело. Как будто я танцевала, а не они. Хотя они танцевали, я считаю, безупречно. Просто вчера очень был удачный спектакль. Я хочу сказать, что очень хороший театр, очень гармоничный, замечательная сцена и пол. Наши ведущие солисты говорят, о, на этом полу можно танцевать без конца. И еще один очень ценный совет для молодых. Настоящие выступления всегда, в первую очередь, самокритика. Что я не сделала, что я не доделала, что у меня не получилось, что нужно было бы сделать иначе. Ежедневные многочасовые репетиции. Вот цена идеальных шагов на сцене. И все это ради волшебных минут полета. Рифат Ваткулин, Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Латвия, Туркмения, Татарстан, Московская область, город Иваново, Ульяновск. Праздник ансамбля и хоровой музыки собрал на сцене ДК «Салют» более 15 коллективов. В Чебоксарах состоялся первый международный детско-юношеский фестиваль «Соловушки-2019». С творческими коллективами ознакомилась Наталья Мальчикова. Петь любят все, от мала до велика. Возраст никак не влияет на мастерство. Удивительно, что любительские коллективы выступают наравне с профессиональными. Гурбаньяс Мухамов учится на медицинском, но поет с детства. Я приехал из Туркменистана. В фестиваль «Салютшка» я приехал, чтобы показать свою культуру, свою национальную. Вот свой национальный костюм. Мне очень понравилось. Народ очень гослюбит, дружит. Зарождался фестиваль в умах педагогов Чебоксарской детско-юношеской музыкальной школы номер 5 имени Филиппа Лукина. В 2007 году впервые «Салютшки» вышли на сцену. В составе тогда были творческие коллективы Чувашской республики. В этом году фестиваль вокально-хорового жанра приобрел статус международного. Мы начинаем расширять границы. Расширять и общаться культурой, общаться с детьми, познавать друг друга, познавать мир, познавать культуру, развитие этой культуры. Поэтому это очень знаково, это очень важно, поскольку культура всегда стояла у истоков развития. Открытие новых имен, обмен опытом, тиражирование лучших творческих практик. Цели фестиваля не ограничиваются только этим. Речь идет о дружбе разных народов, а это дорогого стоит. У нас с Чувашей взаимоотношения налаживаются очень большие. Они и были, но надеемся на развитие, поскольку отделение посольства республики Беларусь, которое находится в Казани, оно курирует и Чувашскую республику. Поэтому мы надеемся на развитие вот этого сотрудничества. На сцене дуэт «Ружа-Кветка» звучат белорусские народные песни. Конкурсы, они дают возможность детям раскрыть свой естественный потенциал, талант. И невозможно, наверное, не представить творческую деятельность без конкурсов. А главное – хорошее настроение. Калейдоскоп ярких нарядов национальной музыки. Фестиваль «Соловушки» вышел на новый профессиональный уровень. Еще одно его отличие – многожанровость. На сцене звучало вокальное пение ансамбли хоры. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, «Республика». Мистикой и приключения в Чувашии снимают фильм «Мост Азамата». Обычно студентка оказывается втянута в водоворот невероятных событий. Сценарий для фильма написан по мотивам книги «Грани миров. Возвращение Чеменя» Сергея Щербакова. В перспективе кинолента может стать первой частью сериала о древнем потустороннем мире чувашеского народа. У каждого народа свой потусторонний мир, и его обитатели внимательно следят, что происходит на нашей стороне. Фильм по мотивам древних чувашских верований снят в жанре историко-философского фэнтези. Его Сергей Щербаков, сценарист и режиссер, выбрал, потому что сам уже десятки лет изучает прошлое чувашского народа. Надеемся, что эта работа станет большим рывком для всех матомов в вашу региональность. Как и чувашского, так и даже побольше. Потому что у нас очень много интересного материала, исторического, этнографического, культурного. Я вам практически неизвестный. Богатырь-кузнец Азамат, ангелы-хранители Перешти, обычная студентка лицом к лицу встречается с мифическими существами. Съемки проводили в аудиториях училища культуры, часть выездных сцен в Маргаушском районе. Декорации специально для съемок не сооружали. Бюджет картины держится на энтузиазме. Большая часть актеров – студенты. И для меня это было очень неожиданно, очень интересно. Я безумно была рада донимать участие в съемках и видеть, как на моих глазах, на наших глазах рождается шедевр. Впрочем, к съемкам кинокартины привлекают и опытных актеров. В эпизодической роли снялся Юрий Спиридонов. Грандиозный проект. Чем он интересен и уникален? Тем, что здесь занято очень много молодых артистов. Сама тема очень интересная. Жанр фэнтези, приключения, который поддерживает и развивает все-таки нашу культуру, национальную культуру. Это фильмы об ответственности молодого поколения за свой народ, отмечают его создатели. Киноленту планируют показывать и на больших экранах, но начнут со Всечувашского кинофестиваля «Азам». Широкой публике «Мост Азамата» представят зимой этого года. В дальнейшем планируется дублированный перевод фильма на чувашский язык. В Чувашии прошли 36-е всероссийские соревнования на призы народных газетах и бары. Открыты чемпионаты первенства республики по гиревому спорту. Сильнейшие гиревики соревновались в разных возрастных группах и весовых категориях. Выдержка, терпение, сила воли. 200 гиревиков из районов Чувашии и 11 регионов России два дня выходили на помост. Сильная половина соревновалась в классическом двоеборье и толчке по длинному циклу «Девушки в рывке». Состязания проводились с гирями весом 16, 24 и 32 килограмма. Анастасия Александрова, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы. С каждым годом улучшает результаты. На самом деле это стереотип, что это не девчачьи без спорта, потому что в Европе гиревой спорт очень популярен. Читается фитнесом в основном. Это у нас в России так уж привыкли. Раз уж тяжести, значит это мужской. На самом деле нет. Гиревой спорт – это техника и выносливость. Нисколько не сила. У мужчин, да, наверное, вот для меня толчок – это чуждое упражнение. Там сила, конечно, 64 килограмма выталкивать нужна. Но в рывке 24 килограмма только выносливость и техника. Главное в гиревом спорте – физическая сила, выносливость и систематические тренировки. Каждый гиревик стремится сделать как можно больше рывков или толчков, пусть даже с меньшим весом гири. Вес выбирается по твою подготовку, сколько ты сможешь сделать. И, ну, если брать большие веса, и ты делаешь их мало, то не рекомендуется, потому что это не имеет никакого смысла. Лучше брать маленькие веса, и чем больше раз ты делаешь, тем лучше для тебя. Я пробовал брать гири 32 и 30 килограмм, но результат меня не удовлетворил. Я делаю мало, поэтому я спустился также до 28. Хорошая подготовка и правильная тактика помогли сборной команде Чувашии занять первое место во всероссийских соревнованиях. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись команда Кирова и Санкт-Петербурга. Абсолютными чемпионами на призы газеты «Хыбар» стали Олег Щербин из Самары и наша спортсменка Анастасия Александрова. Егор Демышев из Кирова установил мировой рекорд среди юниоров, а в чемпионате и первенстве Республики по гиревому спорту сильнейшей стала команда столицы Чувашии. Татьяна Трофимова, Юлия Важенина, Валерий Рязюков, Республика. На нашем телеканале стартовал новый сезон детского шоу «Отдыхайп». Теперь каждый понедельник в 16 часов наши юные коллеги будут обсуждать в прямом эфире свои проблемы, а еще разыгрывать подарки, ставить в тупик взрослых и взрывать чат. Ребята уже не новички в телепроизводстве. За плечами 17 выпусков прямого эфира и многолетняя подготовка. Дверяя эфир молодым коллегам, мы растим в профессиональную смену. Готовы? Начинаете. Начинаете. Вот это было обезоруживающее. Идея проекта «Отдыхайп» отражена в самом названии «Отдыхаем и шумим. Хайп-шумиха». Название придумали ребята, мои ученики. Собственно, аудитория подростковая. Они обсуждают все, что их волнует. Готовимся. Трудно, стрессы, потому что это прямой эфир, но зато и результат, мне кажется, будет интересен, потому что любой зритель может написать нам в чат, предложить свою тему, сказать все, что он думает. И мы его сообщение зачитаем, он свое сообщение увидит и получит какую-то ответную реакцию. И мы вас слышим, мы вас видим, мы вас любим. Пока-пока! Таким стал этот понедельник, 21 октября. Я прощаюсь с вами. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok